Всем привет! С вами канал Космостар. Сегодня мы бы хотели вам рассказать о жизни и творчестве знаменитого украинского советского актера театра и кино, народного артиста Украинской ССР. Участника Великой Отечественной войны Николая Гринько, который оказал большое влияние на отечественный кинематограф и оставил о себе добрую память в сердцах благодарных зрителей. Николай Гринько – известнейший актер СССР, который сыграл папу Карла и отца Электроника. Однако помимо этих персонажей, в карьере Николая числится около 150 ролей. Фильмографию Гринько знают многие, но так ли хорошо известна его биография? Что, например, народный артист бросил свою жену ради восточной красавицы, с которой потом прожил 30 лет? Обо всем этом вы сегодня узнаете в нашем ролике. Николай Григорьевич Гринько родился 22 мая 1920 года в Херсоне, Украинской СССР, в актерской семье. Его родители были артистами рабочей, крестьянского передвижного театра, который гастролировал по территории Украины. Находясь с рождения в театральной атмосфере, Николай уже с детства мечтал стать актером. Он собирался подавать документы в театральное училище, но ему помешала война. В 1940 году Николая Гринько призвали в Красную армию и направили в батальон аэродромного обслуживания. В годы Великой Отечественной войны служил в должности стрелка, радиста на бомбардировщиках дальнего действия гвардейской авиационной орловской дивизии. Николай прошел всю войну и был награжден медалью за боевые заслуги и орденом Отечественной войны второй степени. После окончания войны Гринько устроился на должность помощника режиссера, а затем стал ведущим актером Запорожского драматического театра. Николай Григорьевич также выступал на эстраде, работал конферансье, исполнял куплеты и демонстрировал публике эксцентричные номера. В середине 1950-х Николай Григорьевич работал худруком Киевского эстрадного оркестра «Днепро». В 1963 году Гринько стал актером киевской киностудии имени Довженко. В кино Николай Гринько дебютировал в 1951 году, снявшись в эпизодической роли в биографической драме «Тарас Шевченко». Затем актер исполнил еще несколько небольших ролей. Первой крупной работой для артиста стала роль шофера, американца в военной драме «Мир входящему». Затем в карьере Николая Гринько были роли в следующих известных фильмах «Стежки», «Дорожки», «Тени забытых предков», «Гибель эскадры», «Война и мир», «Формула радуги» и других. Снимался почти во всех постановках великого кинорежиссера Андрея Тарковского, который считал Николая Гринько своим талисманом. Среди самых ярких работ Николая Григорьевича нужно отметить роли в таких культовых картинах Тарковского, как Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Но всесоюзную славу Гринько получил благодаря ролям в детских музыкальных сказках «Автомобиль», «Скрипка» и «Собака Клякса», «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «Тайна». Известная всем. Гринько вообще не был избалован премиями и наградами. Не однажды его роли переозвучивали другие актеры. Званий в Советском Союзе он не получил, заслуженного и народного, дала только родная Украина. А уж сколько проблем было с фильмами. Андрея Рублева, положили на полку. Спустя несколько лет выпустили ограниченным тиражом. И снова спрятали до лучших времен. Из, за негативного отзыва председателя Газкино Филиппа Ермаша малым тиражом показали зеркало. У Сталкера были трудности и со съемками, и с выходом на экраны. Да, это Тарковский. У него судьба такая. Однако проблемы возникли даже у «Приключений Буратино». Эта потом картина стала культовой, и на ней выросло не одно поколение детей. А поначалу киночиновники признали ее вредной и ни в какую не хотели показывать ребятам. Актер не расстраивался из-за работы, главное, что она была. Или не показывал вида, что переживает. Он состоялся в профессии. Был любим зрителями, режиссерами. И обожаем женой. Что для творческой натуры немаловажно. Правда найти своего человека на долгие годы Николаю Гринько удалось лишь со второй попытки. Хотя и в первом браке с коллегой по Запорожскому драмтеатру он прожил несколько лет. Но была ли там настоящая любовь, если актер все, так и решился на развод? С турчанкой Айше Чулак, Аглы Гринько познакомился в оркестре Днепро, в котором оба работали, она играла на скрипке, он был конферансье. Айше, 25, она готовится к свадьбе. Николаю, 37, он женат. И никакой любви с первого взгляда. Только здрасте, до свидания. Каждый шел своей дорогой. Никто не хотел ничего менять. Лишь на гастролях находилось время для общения. Они говорили и не могли наговориться. Оказалось им хорошо вместе. Есть что обсудить, чем поделиться. Решение быть всегда вдвоем пришло внезапно. На гастролях в Одессе весь коллектив собрался в оперу. Айше тоже пришла. А в театре обнаружила, что в сумочке только одна туфля. Побежала в гостиницу за второй. На ходу у дежурной узнала, что Гринько еще не выходил. И поднялась к нему. Актер как будто спал. Но когда Айше тихонько подошла, неожиданно открыл глаза и крепко обнял ее. Продолжился ли тот вечер в театре, можно только гадать. Вернувшись с гастролей, Айше и Николай все для себя решили. Она отменила свадьбу. Он попросил у жены развода. Шумного праздника не устраивали. Тихо расписались. По просьбе самого Николая Айше оставила девичью фамилию. А ее отец подарил будущему зятю свое кольцо. Чтобы быть все время с мужем, Айше бросила учебу в консерватории на пятом курсе, не защитив диплом. Она ездила с Николаем во все киноэкспедиции, ввела дом. Но и он был очень внимательным. Не забывал поздравить с праздником, готовил сюрпризы. В мире, любви и согласии супруги прожили больше 30 лет. Бог не дал им детей. Тем не менее, они могли бы еще долго быть счастливы вдвоем. Если бы не лейкемия. Лежа на больничной койке, Николай Гринько оставался джентльменом. Однажды Айше сидела рядом. Оба задремали. И он тихо, не мучая любимую, ушел в другой мир. Ему было 68 лет. Скончался великий актер 10 апреля 1989 года, а через 24 года ушла любовь всей его жизни Айше. Они похоронены рядом на Байковом кладбище. А память о Гринько навсегда останется в сердцах уже повзрослевших зрителей, которым он подарил счастливое детство.